Рынки позиций Короткую позицию в бумагах Уралкали рекомендовала наша техническая команда. Я напомню, что буквально днем ранее мы обсуждали вот этот новостной фон, который складывался вокруг бумаги Уралкали. В частности, говорилось о том, что принудительный байбэк может быть по этой бумаге и, соответственно, она потенциально имеет вероятность уйти с московской биржи. Так вот, доходность по этой продаже составила бы 0,33%. Рекомендация сработала. Фундаментальный эксперт рекомендовал нам делать ставку на Европейский центральный банк и, в частности, на покупку валютной пары евро-доллар. Здесь была бы просадка 0,17%. Рекомендация не отработала себя накануне. Поэтому дополнительный балл у нас уходит в команду технического анализа. И вот сейчас у нас фанфары. Наконец-то команда технического анализа, которая сейчас ведет 3-0, пробивает отметку в 100. И трехзначный счет становится 100-120. Продолжают все-таки с начала текущего года с отрывом в 20 баллов лидировать фундаментальные эксперты. Но, тем не менее, перешагнув вот эту сотую отметку, это уже что-то значит. Итак, Игорь, давайте тогда с вами по бумагам Уралкалия определимся. До какого момента, может быть, держать, интересно, эту рекомендацию или вообще закрывать? Что скажете? Я думаю, что тот, кто ее продал, ее можно совершенно спокойно держать до уровня 161 рубля за акцию. Я сам свою рекомендацию закрываю, просто потому, что не держу никогда в портфеле, торгую строго интродэй и никогда об этом не пожалел. Артем, давайте обсудим с вами более подробно, ведь накануне Европейский центральный банк Марио Драги. Сначала начнем тогда с вашей рекомендации, стоит ли ее держать дальше, а потом уже ЕЦБ как таковой. Да, что касается рекомендаций, я думаю, что те, кто все-таки занял длинную позицию по европейской валюте, сейчас могут поставить стоп-лосс на отметке 1,0850. Потому что если мы увидим, что нисходящая динамика продолжится все-таки и дальше, то совершенно очевидно, там будут вырисовываться совершенно другие горизонты. И возможность тестирования поддержки 1,08 с потенциалом ухода даже на 1,05, это долгосочная цель. А паритет может быть как перспектива более длинная? Я думаю, что да, может. И уверен, что будет. Но потребуется побольше времени. Так Европейский центральный банк. Что вы лично услышали, например, нового от Марио Драги? Какие сигналы в отношении европейской валюты он дал? Кстати, да. Насчет вчерашней конференции Европейского центрального банка, безусловно, она была очень интересная. И я думаю, что достаточно посмотреть на динамику европейской валюты, чтобы понять, что настроения были совершенно радиально противоположны. Первое, на что обратил внимание Драги, так это на то, что текущие стимулы оказывают оздоравливающее воздействие на экономику. Это вроде бы как сначала успокоило рынки, а потом Драги проронил, на мой взгляд, непозволительную фразу о том, что программа количественного смягчения не вечная. Мы знаем то, что некоторое время назад трейдеры спекулировали на теме того, что ее, скорее всего, скоро завершат. И как только от Драги поступил такой сигнал, все начали активно скупать европейскую валюту. Но Марио Драги точно так же сообщила о том, что резкого и внезапного завершения программы не будет. Вы меня опередили в буквальном смысле, потому что я хотел объяснить сразу же ту коррекцию, которая последовала после пробоя отметки 1.10.30 с небольшим, если быть совсем точным. Мы увидели резкий разворот. Почему? Потому что сложилось ощущение, что Драги хотел оправдать все, что он сказал. И действительно, объяснив то, что резкого сокращения QE не будет. И все параметры программы количественного смягчения обсуждались. Но вот сроки, возможности выхода из нее и, соответственно, расширения пока нет. Сроки единственные, если я правильно помню, то март 2017 года был обозначен, что до этого периода, возможно, еще и после. Да, до марта будет действовать в текущем исполнении программа. Если пойдут на дополнительные стимулы, это, скорее всего, в начале декабря, на полгода, с марта до конца лет. Игорь, сегодня есть еще одна новость, тоже пришедшая к нам с европейских площадок, в частности, из Европы. Так, СМИ пишут о том, что сейчас решил саммит ЕС не включать вопрос о новых санкциях против России в итоговое заявление. И говорят, что это во многом связано, в том числе, с позицией итальянского премьер-министра, поскольку за включение были Германия, Франция, Великобритания. И вот итальянцы все-таки, скажем так, смогли пролоббировать не включение. Соответственно, возникает такой момент, что санкции могут ли их скоро отменить в отношении России? И какие инвестиционные идеи в этой связи рождаются? Что нужно покупать? Кто наиболее чувствителен к потенциальной отмене санкций? Спасибо за Ваш вопрос, Елена. Ну, во-первых, конечно, это хорошая новость, что дополнительных санкций не будет. Они достаточно тяжелым временем ложатся на российскую экономику. Это действительно новость дня и, на мой взгляд, положительная. И, может быть, на этой волне даже может быть рост, хотя старые санкции действуют, но новых нет. Уже хорошая новость по нынешним временам. С другой стороны, рассуждать о возможной отмене санкций и предполагать, что после этого покупать или продавать, на мой взгляд, все-таки преждевременно. И, может быть, не стоит тратить на это силы и время. Хорошо, давайте рассмотрим просто такой вопрос, не привязываясь к тому, что могут они потенциально или не могут быть отменены. А в целом, вот санкции, предположим, снимают. Какие наиболее выигрышные позиции Вы видите на финансовых рынках на России, я имею в виду? Рубль, например, он же наверняка отреагирует укреплением. Конечно. Здесь самый простой ответ, который только может быть. После отмена санкций покупать в России можно все по широкому фронту, потому что все начнет стремительный рост. Вопрос только в тайминге, когда это может случиться. Просто напомню то, что после первой крымской... Это крымские санкции, так называемые все из США и Евросоюз. Так вот, после первой крымской войны, которая была в 1853-1856 годах, санкции действовали 40 лет. До 1897 года, когда нам пришлось вводить золотой стандарт рубля и огромными запасами прорывать эту санкцию. Артем, может быть у вас не на 40 лет вот эти санкции растягиваются, как в прогнозах Игоря? Я понял вопрос. Я считаю то, что действительно вероятность того, что санкции отменят крайне низка. Но если все-таки допустить, что это случится, это безусловно потепление инвестиционного климата, позитив для всего рынка. Выиграет рубль и если отталкиваться от этой логики, можно будет сделать ставку на те компании, которые ориентированы на внутренний спрос. Это банковский сектор, это телекоммуникации и ритейл. Вот как раз о чем я хочу сегодня поговорить. Ну давайте тогда и приступим к сегодняшним рекомендациям. Начнет команда технического анализа. Игорь, пожалуйста, ваши две минуты. Спасибо большое, Елена. Коллеги, сегодня я хочу поторговать по рекомендации эксперта Юдрайт ТВ Валерия Мартынова из Ульяновска, который вчера сказал нам, ребята, вот 100% будет вот так. Идея заключается в следующем. Сегодня утром на открытии я купил обыкновенные акции ПАО группа «Разгуляй». Нам дали цену 6 рублей 21 копейка за акцию. Поставил take profit 20 копеек, что больше 3% роста. Идея центральная очень простая. Группа «Разгуляй» выросла за последний месяц в два раза в своей стоимости. Ну и предполагаем, что и в ближайший месяц, судя по технической картинке, конечно, мы технические аналитики, мы анализируем график. На графике явно видно, что на 12 рублей за акцию в течение месяца мы можем уйти. Ну, разумеется, это будет не сегодня. Поэтому сегодня я поставил скромный стоп-лосс на 6 рублей 41 копейку. Стоп-лосс не ставил. Но думаю, что потенциальный рост в течение месяца будет очень впечатляющим. И инвесторам, кто вложится в эту акцию, многое понравится. От какого уровня? Текущего? Да, можно по-текущему брать и ждать 12 рублей за доллар, потому что потенциал этой акции, на мой взгляд, еще далеко не использован. Кроме того, не забывайте, это продовольственная компания. Пока антисанкции не отменены. Я вообще удивлен, почему продовольственные компании так мало растут у нас. Более того, некоторые из них снижаются. На мой взгляд, уже цена должна быть в десятки, если не в сотни раз дороже. Потому что рассчитывать в данной ситуации, кроме как на российские продовольственные компании, нам ни на что не приходится. И поэтому, на мой взгляд, их потенциал роста, не буду даже цифры называть, но гораздо, гораздо выше, чем это сейчас обсуждается. Спасибо большое. Это рекомендация технической команды. Но, Игорь, возможно, инвесторы-то как раз верят в то, что в какой-то определенной не 40-летней перспективе будут отменены санкции. И те бумаги, которые могут быть интересны в период, скажем так, воздействия, которые оказываются извне, могут перестать. Поэтому рынок сбыта-то, извините, нужно будет потом удерживать. Возможно, не верят как раз. А я призываю поверить, потому что кушать человеку надо три раза в день. И поэтому давайте как, вот в ожидании отмены санкций не умрем с голоду. Давайте. А теперь рекомендация нашей фундаментальной команды. Артем, пожалуйста, ваши две минуты. Здравствуйте, трейдеры. Сегодня я хочу предложить вам идею, которая предполагает торговлю акциями российского продуктового ритейлера «Магдит». Те, кто следит за потребительским сектором России, наверняка заметили то, что акции этой компании очень неплохо чувствовали себя на неделе. Особенно серьезный рост мы наблюдали во вторник, когда прирост составил около 5%, если уже быть совсем точным. В среду-четверг небольшое повышение в качестве тренда сохранилось. И импульсом послужил отчет, скажем, коллеги по цеху. X5 Retail Group представил квартальную отчетность, согласно которой выручка компании по итогам третьего квартала увеличилась больше, чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И очень важный нюанс заключался в том, что сохранилась преемственность в динамике. Если сравнивать с показателями прошлого квартала, там также сравнивать второй квартал закрыли с хлопочкой приростом 20%, он сейчас 30%. Поскольку X5 Retail Group является одним из лидеров мнения касательно всей отрасли, конечно же, позитив распространился и на прочие компании. Вчера отчетность представила ленту. Ну, здесь результаты уже чуть хуже. И вот буквально час небольшим назад мы увидели отчетность самого магнита. Она также оставляет желать лучшего. Чистая выручка, прибыль компании снизилась больше, чем на 17% по сравнению с результатом за прошлый год. А что касается выручки, то здесь очень скромный показатель рост на 14%. Ну, очень скромный для отрасли. Какие выводы можно сделать? Я считаю то, что мы коррекцию, которую сейчас наблюдаем с открытия торгов по магниту, можем в качестве идеи поддержать дальше. И предположить то, что магнит просядет еще сильнее. Тем более, что избыточное ралли уже состоялось. Пора бы учитывать и закладывать цену эффект пятницы. И все это в складчину должно еще больше надавить на позиции магнита. Уровни, пожалуйста. Если продавать с текущих значений, соответственно, take profit можно поставить на отметке 9800. А что касается стоп-лосса, 11200. Спасибо. У Игоря было какое-то дополнение? Конечно. У меня была просто бурная акция протеста. Я из Краснодара. Магнит-офис в Краснодаре. Коллеги, покупайте магнит. Не слушайте Артема. А кушать хочется всегда. Кто про что, а у Игоря сегодня такая тема. Давайте, Артем, вот еще какой момент обсудим. Вы говорили про X5, который обогнал магнит по своим показателям в этой перспективе. Скажите, стоит ли одновременно с короткой позицией по магниту выставлять, например, на покупку X5? Да. Если сравнивать результаты именно квартальной деятельности, безусловно, X5 в этом плане лидер. И возможно, что потенциал той отчетности, которую мы наблюдали в понедельник, он еще не отыгран. Хотя рост также был существенным. Но из потребительского сектора, безусловно, эти акции могут сейчас выиграть больше, чем другие. Спасибо большое. Уважаемые телезрители, напомню, что свои вопросы и комментарии вы можете присылать на адрес электронной почты battle.rbctv.ru, а также сразу после нашей программы будет запущено голосование на странице телеканала РБК ВКонтакте. Кто из наших экспертов, которые участвовали на текущей неделе, выглядел убедительнее? Голосуйте, пожалуйста. Напомню, что команду технического анализа у нас всю неделю представлял Игорь Суздальцев, генеральный директор ИКТ-менеджмент. Команду же фундаментального анализа поддерживал Артем Деев, ведущий аналитик инвестиционной компании Амаркет. С вами была программа «Рынки. Позиция». Елена Хрупова. Не переключайтесь. Всего вам доброго. Когда мы справляли в Крокусе его 65-летие, к сожалению, это был его последний юбилей, я ему сказал, что муслимчик, будем устраивать юбилей у нас в Крокусе. Он говорит, слушай, опять что ты там устроил, кого ты приглашаешь. Я говорю, я приглашаю всех твоих друзей. Когда муслим вошел в зал, вот все эти 120 человек, которые там были, включая, кстати, Аллу Борисовну Пугачеву, встали и 10 минут была овация. А первый тост, который сказала Пугачева, потряс всех, потому что она сказала, муслим, я вообще начала петь только для того, чтобы ты меня заметил. Вот эти слова, которые до сих пор я помню. Долгое время мы с ним дружили, там, в 70-х годах. И я видел всегда отношения профессиональных певцов, оперных певцов, эстрадных певцов. То есть муслим был, знаете, это была какая-то недостижимая планка. То есть для всех. Я могу перечислить огромное количество имен, которые говорили, и мы даже не понимаем, как так можно петь. Его требовательность к себе, к окружающим, его людям, к тому, как надо петь, как надо выглядеть на сцене, это все как бы именно и подтолкнуло, что когда мы говорим о конкурсе Магомаева, это вот собирательный такой образ муслима, который во всем был перфекционистом, вот он реализуется на конкурсе. Сегодня в мире это стало только сегодня популярно, да, что оперные певцы начинают петь какую-то эстрадную музыку и другую. И, в принципе, вот этот жанр, он наиболее сложный, когда человек владеет и тем, и другим жанром. И это, я думаю, единственный конкурс в мире, где, вот, как мне кажется, я просто не специалист по конкурсам международным, музыкальным, мне кажется, это один из немногих конкурсов, где вот именно такие требования выставляются. Тамара как профессиональный человек, когда это было, там, напомню, на втором конкурсе, когда она мне позвонила и говорит, что там около двухсот участников, и мне очень сложно, я не могу определиться. Я сказал, я тебе помогу. И я подключился. У меня, может быть, я не владею терминами, не знаю нот, но музыкальный слух достаточно неплохой. И она даже была удивлена, что насколько там с первых нот я определяю, что вот этого конкурсанта стоит рассматривать, а этого, может быть, даже и не стоит. И так у нас такая традиция появилась, что мы вместе с ней слушаем и как бы принимаем решение. Я что-то там где-то подсказываю, она прислушивается. По-моему, было около 20 стран, из которых конкурсанты нам прислали свои заявки и свои записи. Осталось 12 стран, но приятно то, что подключаются такие страны, как Израиль, Аргентина, Хорватия, Греция, Китай. То есть, в общем-то, география конкурса расширяется. Когда мы слушаем на предварительных слушаниях, и то, что происходит на сцене, это абсолютно разные вещи. Абсолютно разные. Потому что на сцене это такие уже психофизические какие-то, видимо, факторы сказываются. Человек, который выходит на сцену, его это большая сцена, на него, видимо, оказывает какое-то давление, сказывается нервное состояние и так далее. И человек, который прислал произведение, которое он спел шикарно, на сцене может ее очень плохо исполнить. У нас гран-при 30 тысяч долларов, там идет 30, 25, 20, 15, 10. То есть там вот такая градация. И еще раз повторюсь, что не в деньгах дело. Дело в том, что вот очень много конкурсантов, я потом их вижу на разных сценах. Потому что слышу эти фамилии. Потому что я вспоминаю, что они были на конкурсе. И вот они появились там, появились здесь. То есть, видимо, конкурс дает, не хочу сказать такое громкое слово, как путевку в жизнь или на большую сцену, но какую-то роль играет, и потом афишей в портфолио появляется конкурсанта, что они там говорят конкурсы.